Я премьер-министра великого советского государства! Сталин, мы уже видим, умирает. Появился огромный силой человек, который начал делать манипуляции, чтобы вызвать дыхание. Мне, признаться, было очень жалко Сталина, как он его, так сказать, втерзал в родине. Я очень разумновался и заплакал. Если вы хотите знать, кто я такой, я стал трудиться, как только научился ходить. До 15 лет я пас телят, овец, коров у капиталиста. Потом я работал на заводе, на шахтах, на химических заводах. Я премьер-министра великого советского государства! Имя Никиты Хрущева связано с так называемой оттепелью. Это означает, что в период его правления были выпущены на свободу политзаключенные. Начало Холодной войны было также положено Хрущевым. Председатель Совета Министров СССР и глава Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев. В детские годы Никита посещал среднюю школу и потом летом работал пастухом. В 1912 началась его карьера слесарем. После Октябрьской революции в 1918 вступил в партию большевиков и принял участие в гражданской войне. За последующие 20 лет поднимется до первого секретаря Центрального комитета на Украине. Стоит добавить, что Хрущев в 1937 был утвержден политбюро в тройку НКВД. При Ленине, однако, Хрущев был троцкистом. Известно также, что он не курил и интересовался живописью и был атеистом. В 1949 его снова приглашают в Москву, где он за короткий период завоевывает доверие Сталина. После смерти Сталина в марте 1953 Хрущев выступает с инициативой объединить усилия для руководства страной. Летом того же года предлагает сместить со всех постов и арестовать Лаврентия Берию, которого потом расстреляют. Осенью 1953 Хрущев избирает первым секретарем ЦК КПСС. Простыми словами, руководителем страны. В 1954 Хрущев принимает решение о передаче Крыма в состав Украинско-Советской Социалистической Республики. В 1956 выступает с докладом о культе личности Сталина и массовых репрессий. Хрущев стал первым советским лидером, который посетил Соединенные Штаты Америки. В глазах простых американцев Хрущев – это враг номер один. Он ненавидит Америку, Господа, Бога и американцев. Во время светской беседы Хрущеву сенатор Джонсон наставил на том, чтобы тот сходил в церковь, так как грешнику никогда не поздно покаяться. Потом будет встреча с американским президентом Эйзенхауэром. Хрущев, однако, останется недовольным, что из-за соображений безопасности его не пускают в Диснейленд. Если я приезжаю, то моя безопасность не будет заключаться ни в том, что меня посадят, понимаете, в какую-нибудь закрытую машину и будут там парить под лучами. После визита Хрущева в США он ставит задачи своему правительству догнать и перегнать Америку. 1961 год для Хрущева оказался насыщенным. Возводится Берлинская стена, что положило начало холодной войне. Американцы решили создавать из Западной Германии самостоятельное и экономически сильное государство. Хрущеву это не нравилось. Ну и вот решили так. Хрущев начал из-под тяжка. Сначала остановили эшелон с углям. И под предлогом, что там колеса не в порядке, отправили обратно. А потом, когда американцы объявили, что водится немецкая марка, мы закрыли вход просто в Западный Берлин напрочь. В этом же году Хрущев принимает решение о выносе Сталина и Мавзолея. В 61-м в стране и миру было объявлено о полете Гагарина в космос. В 1962-м Хрущев размещает на Кубе советские ракеты. До этого он говорил в США, что в СССР ракету сходят с конвейера, как колбаса. В 1964-м Хрущеву отстраняют от власти. Официальная версия по состоянию здоровья. Будучи на пенсии, Хрущев на своей даче будет записывать на магнитофонную ленту свои воспоминания. Он единственный из всех умерших глав государств, похороненных на Новодевичьем кладбище. Отечественные монетные дворы не посвящали Хрущеву памятные монеты, однако за рубежом таковые монеты были. Просто нельзя пройти мимо и не заметить это место. Великий артист Юрий Владимирович Никулин. Комедийный киноактер, артист цирка в роли клоуна, телеведущий и режиссер. Никулин фронтовик, прошел две войны, финскую и великую отечественную, а также свидетель блокады Ленинграда. Его первые роли в кино начались в конце 50-х годов. Он начинал свою карьеру в цирке и очень быстро понравился многим режиссерам. Юрий Никулин вспоминал, что в месяц он давал около 40 представлений. Надо сказать, что отец Никулин писал для цирка, зарабатывая литературным трудом, когда Юрий был маленьким. В 1925-м семья Никулин перебирается в Москву в коммунальную квартиру. Юрий Никулин с детства любил животных. Режиссеры, приглашая Юрия Никулин к себе, не видели необходимости делать пробные съемки. В нем всегда были уверены. Его роли в фильмах давно известны. «Пес Барбос», «Когда деревья были большими», «Самогонщики», «Камни Мухтар», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Одна из последних ролей в роли дедушки из кинофильма «Чучело». После 60 лет перестал выступать в цирке. С 1984-го директор московского цирка. Его стаж в цирке составит 50 лет. С 1993-го по 1997-й вел юмористическую передачу «Клуб Белый попугай». У Юрия Никулина было много наград. Герой социалистического труда, народный артист СССР, орден Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны. Много медалей. Кстати, одну из наград он получил от первого президента России Бориса Ельцина. В честь Юрия Никулина даже назвали теплоход. Юрию Никулина посвящено множество жетонов. Многие из них относятся к его цирку. Покоятся здесь, на Новодевичьем кладбище. Его цель – вернуть равновесие Земле, так как ресурсы истощаются. Владимир Иванович Вернацкий, человек, который пытался понять законы природы, предвидеть и предотвратить тотальное загрязнение окружающей среды. Российский и советский ученый, мыслитель, общественный деятель на рубеже веков. Первый президент Украинской академии наук. «Все есть везде», – утверждал Вернацкий. Когда Вернацкому было 5 лет, его семья из Санкт-Петербурга переехала в Харьков. Через несколько лет семья вернулась обратно. В университете Владимир изучал физику, математику, хими, где его учителем тогда был всем известный Дмитрий Иванович Менделеев. Вернацкий участвовал в различных экспедициях, даже был знаком со старшим братом Ленина. Ему нравилось изучать минералы, камни, у него даже был свой минералогический кабинет. Вернацкий часто выезжал за рубеж в Европу для продолжения обучения, где часто гулял и размышлял. Он размышлял о мире, как о законе бережливости природы. Он записывает за собой свои мысли. Если есть рост, то смерть неизбежна. Химический элемент никуда не исчезает и переходит из организма в организм. Для своих работ ему не хватало данных, новых знаний, поэтому он часто бывал в экспедициях. В 1916 году благодаря ему зарождается новая наука биогеохимия. После установления советской власти в Киеве в 1919 случайно подхватывает Тиф и едва не умирает. В 1921 году возвращается в переименованный Петроград и, к его удивлению, его арестовывают. По обвинению в шпионаже. Но его отпустили после того, как телеграмму об этом получил Владимир Ленин. В 1926 году сформулировал концепцию биологической структуры океана. Он осознал, что роль человека в природе – это грубое нарушение равновесия. Он пишет книгу «Биосфера». Вернадский при жизни написал 473 научные работы. В 1943-м стал лауреатом Сталинской премии уже в возрасте 80 лет. Великая Отечественная война уже заканчивалась. У Вернадского произошел инсульт. После его последствий он и скончался. Вернадского решили увековечить с посмертной маски. Монетные дворы Украины и России посвятили ему свои монеты. Покоиться здесь, на Новодевичем кладбище. Святослав Теофилович Рихтер – советский пианист, виртуоз. Это был потомственный музыкант. Его отец был музыкантом и преподавал в Одесской консерватории. Немец по происхождению. Мать Святослава – русская. В возрасте одного года его семья из Житомира переезжает в Одессу, где он и начинает учиться на игре фортепиано. Первые уроки на фортепиано дал ему его отец. Вот прекрасная тема. Совершенно новая и оригинальная. Через некоторое время Святослав решил стать дирижером и даже поступает в Московскую консерваторию. Однако карьера дирижера тогда не сложилась и он возвращается в Одессу. Однако позже он все-таки получает диплом. С началом Второй мировой войны Рихтер остается в Москве и дает концерты фронту. И гастролирует по всему Союзу и даже блокадному Ленинграду. К сожалению, во время войны его отца расстреляют, а мать покидает город вместе с отступающими войсками из Украины. После войны Рихтер получил широкую известность. Особенно после победы на Всесоюзном конкурсе музыкантов. В 1960 году дает концерт в Нью-Йорке. Ему присуждают премию Грэмми. Святослав очень не любил и не понимал политики. Человек искусства очень любил рисовать, любил животных, природу. Святослав был бесспорно одарен. На гастроли он выезжает во Францию и в последние годы жил в Париже. Своей семьи он не имел. По воспоминаниям его окружения он не любил обсуждать свою личную жизнь. Несмотря на его брак, который был фиктивным, он был сторонником нетрадиционных отношений. Другими словами, он предпочитал не женщин, а мужчин. В 2015 году в честь столетия Рихтера Центробанк изготавливает юбилейную монету, серебряную в качестве пруф. Святослав Рихтер, лауреат Ленинска и Сталинских премий, народный артист СССР. Покоится здесь, на Новодевичьем кладбище. Легенда советского кино, режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн. Он мог экранировать то, что не могли другие. С раннего детства он начал изучать иностранные языки, музыку, живопись. Немного позже после Октябрьской революции снимает фильм «Октябрь» в своем виде. Надо сказать, что тогда это было немое кино. В 1920 он перебирается в Москву и там начинается его карьера. В 1925 году выходит картина «Броненосец Потемкин». Говорят, даже кайзер Германии Вильгельм II смотрел эту картину. Немного позже Эйзенштейн начал снимать и звуковое кино. В связи с этим отправляется в путешествие за рубеж. Он посетил Берлин, Лондон, Амстердам. Через несколько лет Сталин направит ему телеграммы вернуться в СССР. Во время войны снимал фильм «Иван Грозный». Картина вышла аж в 1945, за что и получил Эйзенштейн Сталинскую премию. За свою жизнь Эйзенштейн отснял более 20 картин, в том числе неоконченных, связанных с его смертью. Все отснятые картины в черновом варианте пересматривал сам Сталин. И по политическим причинам картина откладывалась на полку. Эйзенштейну было посвящено две серебряные монеты в качестве пруф.